Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Здравствуйте, приветствуем вас в студии Елена Обчинникова, Владимир Сметанин. Да, как радостно всё это делается. Сколько мы не были в эфире? Две недели? Две недели, получается. Две недели не было в эфире, да. Первый раз ещё в этом году заходим. Ну, естественно, да, со всеми прошедшими и будущими. Доброго здоровья и так далее. Ну, собственно говоря, здоровье, да? Конечно. Заработаем и купим. Было бы здоровье. Несмотря на такую погоду, да, из которой многие себя не слишком хорошо чувствуют. Сонливость, болячие. Нет, дело не в погоде. Вчера весь день говорили о том, что после вспышек на солнце у нас какие-то очень повышенные активности там всего этого. И, в общем, не напрягайте себя. Я вчера где-то часика в 7 вечера поняла, я хочу спать. И я пошла и спать. По-моему, сейчас многие так поступают. И не сопротивляюсь, да. Надо спать. Ну что ж, давайте, собственно говоря, с погодой у нас немножко тема будет отчасти перекликаться. Тема у нас призабавнейшая. Когда я услышала, я была прожена. Я сказала, как? Так, еще недавно про нас говорили буквально какая-то там тмутаракань. Я напомню, да, что спортивных объектов у нас никаких в области лет 30 не строилось. А сегодня, то есть я узнал буквально на днях о том, что у нас в Кировской области, если быть точнее, в Верхошижемском районе, тренируется олимпийская сборная Белоруссии. Экнос. А я, честно признаться, об этом узнал 31 декабря. Мы в студии со Светланой Владиславной здесь сидели, общались, обсуждали яркие события ушедшего года, спортивные наступившего года. И вот тогда она проговорилась. Проговорилась? Да, я был тоже очень удивлен. Вот, а нет, я узнала немножко позже, конечно, но меня это очень впечатлило, поэтому действительно, кроме всего прочего, всех составляющих, да, вот мы, допустим, со Светланой Владиславной поспорили, ну, не до драки, конечно, но душевно поспорили по поводу того, что несение, пронесение олимпийского огня через наш город, это все-таки определенные знаки, определенный символ достижений, ее персональной работы, ее коллектива и так далее. То есть это как бы знак уважения, это нам плюс. Она говорила, да нет, это, ну, Светлана, скромный человек, она говорила, да нет, я говорю, да-да, сколько городов, носят-то ведь не везде, вот, мы сподобились. Так что это, вот, я считаю, что я одержала победу в этом споре, что все это нам причитается за заслуги в развитии спорта, в строении спортивных объектов, которые, собственно говоря, некоторые из них уже дотягивают до олимпийского статуса. Это очень серьезный объект у нас построенный. Ну что ж, давайте, тему мы озвучили, да? Да, мы будем говорить про спорт, про лыжные гонки, представляем наших гостей, озвучиваем номера наших телефонов. Приветствуем Игоря Абухова, директора Центра спортивной подготовки «Вятка-Старт», Игорь Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И главу Верхошижимского района Кировской области Дмитрий Кадесников, тоже с нами. Здравствуйте. Ну что ж, вот вы, собственно, мы все здесь собрались, и давайте я начну с того, что... Давайте номера телефонов еще. 708502, для ваших мнений, для ваших вопросов, высказываний, 708502, и СМС отправляйте на 8909-720-101-0. Звоните, погордитесь вместе с нами, потому что, по-моему, это впервые, Игорь Юрьевич, это впервые в истории Кировской области, когда у нас начинает перед Олимпиадой, у нас тренируется Олимпийская сборная, собственно говоря, Белоруссия, это уже за границей. Такого не бывало, по-моему. Нет, никогда не бывало, это первый случай. Ребят, звоните, гордитесь вместе с нами, мы молодцы в лице Зветланы Владиславны Медведевой. Ну, в лице всей спортивной команды. И всей спортивной, да, команды. Дайте примазаться, к счастью. Вот. Ну что ж, давайте так. Насколько я понимаю, ситуация развивалась, собственно говоря, довольно банально для белорусов. Они сказали, снега нет. Да. Нет снега. Нет снега. Бегать хочется, все хочется. Олимпиада меньше, чем через месяц уже. Да. Все хочется, извините за талант, а где тренироваться. Вот. И, насколько я знаю, здесь большое участие как раз вот Игоря Юрьевича было. Потому что вы же, по-моему, выступали за Белоруссию, бегали за них, да? Я вот нашел информацию, что вы были неоднократным чемпионом Белоруссии. Да ладно. Малышным гонком, да. Да, это точно. Это один из титулов, так сказать. Вы знаете, вот когда самолет садится, да, обращали внимание, садится самолет, и все пассажиры начинают аплодировать, да? Я все время думаю, почему так? Вот уборщица пол помыла, чего окружающие не хлопают ладоши нам? Мы эфир отвели, чего мы не слышим, что нам хлопают радиослушатели? Вот. А тут я абсолютно... Я хлопаю. Я хлопаю вам. Спасибо. Нет, заслонги спортивные, замечательно. Ну, давайте начнем же, да. Как вообще было принято решение? Как состоялось-то? Ну, это не моя заслуга была. Все получилось с течения обстоятельств. Мы ехали в Верхошижиме, была традиционная гонка губернатора 30 декабря. И во время пути мне позвонили и спросили, есть у нас снег? Я сказал, есть. А много? Я сказал, очень много. Приезжаю, Дмитрий Васильевич, говорю, если вы примете национальную команду Белоруссии, он, конечно, у него были такие глаза, это правда? Я говорю, это правда. Он говорит, конечно, мы примем, будут самые лучшие условия созданы. То есть это не моя заслуга. И буквально отзваниваемся из Верхошижиме и говорим, ребят, снег есть, трассы будут готовы встретить на самом высшем уровне. Дмитрий Васильевич, так было? Совершенно верно. Нет, подождите, вот смотрите, выбор на Кировскую область пал только потому, что вы там тренировались, но вы были знакомы. Я понимаю, что это... Личные связи, да? Да, как раньше говорили в Советском Союзе, по блату. Да. По знакомству. По блату. Ну, на самом деле, у ребят был большой выбор или поехать в Европу, или поехать в Киров. Они выбрали Киров. А что дешевле? Вот я хотела задать скромнее вопрос по ценообразованию. Мне кажется, Европа им бы обошлась в большее количество зайчиков. Да? Там так валюта называется? Да, да, да. Ну, я думаю, что подготовка... Белорусский рубль все-таки. Да. Подготовка к Олимпийским играм, торг здесь не уместен. То есть ради результата выбирают лучшие условия. Где лучше? Ну, вот, собственно говоря, большое количество снега. Но это не единственный факт, который, собственно говоря, заставил белорусскую сборную вот сюда приехать. Я так понимаю, что есть и иные составляющие. Почему здесь? То есть вот если радиослушатель, и если вы в студии все обратили внимание, прозвучала очень трогательная фраза. Стоял выбор либо Киров, либо Европа. То есть, понимаете, идет сравнительный, да, идет анализ. Сейчас нас сравнивают с Европой, не просто нас, наши спортивные объекты, нашу готовность принять людей на тренировок. То есть снег был... Не, снег основное, но все-таки без базы. То есть, ну, приехал, тебя в сугроб высадили, куда же побежишь-то там? Ну, да. Не особенно, а поесть еще надо, если другие вещи требуются. Очень много составляющих хороших в Верхошижме появилась новая техника, так называемый ретрак. Ой, мы про это будем говорить отдельно, потому что я знаю, что очень многие спортивные города, отличающиеся, знаете, спортивными притязаниями, да, не имеют подобной техники. Я тоже об этом узнала с удивлением, что уникальная совершенно машина имеется, да. Вот, то есть, насколько хороша база, как проходило согласование, почему глава района... Юрий Васильевич, наверное, вопрос. Да, почему глава района вначале смотрел, смотрел большими глазами, значит, а потом сказал, а давайте, что повлияло, как? Как вы быстро так определили, можно сказать, 30-го числа, и буквально раз, там день-два, и ребята прилетели. Не стесняйтесь, хвастайтесь. Хвастайтесь уже. Ну, действительно, для нас это была ситуация очень удивительная. Ну, мы стремились к этому, мы хотели добиться что-то такого, что бы, скажем, отличало нас от других. И когда получили такое предложение, естественно, мы согласились. Но перед этим была большая длинная работа, там, с 2006 года, с отведением земельного участка, с одобрением первого, губернатора Шаклеина Николая Ивановича в тот период. Был старт дан строительству этого спортивно-оздоровительного центра Шижмы. Ой, я позволю себе, знаете, я позволю себе поюродствовать, поехидничать, позволю. Помните, времена были, когда уходила профсоюзная собственность? Ну, это я намекну, это дело второго часа, разговор нашу второго часа. Помните, был такой санаторий профсоюзный, который вдруг объявили, так вообще на всю Россию это будет олимпийская трасса, лыжная, это будет всё, там будет такая красота. Даже какая-то олимпийская чемпионка, по-моему, приезжала. И потом как-то раз так всё, и затихло, 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 затихло. И я всё долго пыталась узнать. И деньги вроде ушли, и всё. А по моим сведениям, этот как-то санаторий очень быстренько раз так его раздербанили по частным лицам. И многие известные люди себе домики быстренько там прикупили. И я так понимаю, что уже для того, чтобы сформировать эту олимпийскую лыжную деревню, уже потребились быть иные совершенно деньги. Ну, такой экскурс в историю. То есть, в принципе, идею создания приличных или очень хороших каких-то лыжных трасс не оставили. Она начала воплощаться с 96-го года. Нет, с 2006-го года. А, с 2006-го года. Ну, это мы молодцы, это быстренько. Да, и, естественно, получили поддержку уже при действующем губернаторе Никита Юрьевича. Участвовали в различных грантах. А то есть, Николай Иванович разрешил, а заработал от Добрения Никита Юрьевича. Это понятно, да. И построив лыжную базу, это первым этапом, мы, конечно, замахнулись на лыжерольную трассу. Ту трассу, которая сегодня должна отвечать всем требованиям. Я так понимаю, она у нас появилась в Кировской области. И первый раз мы обратили внимание именно тогда на себя, что мы можем сегодня принимать уже серьезных лыжников, сборников, которые могли тренироваться в круглый год. Не только зимой, но и летом. Давайте сейчас. Наши редакторы, я знаю, что пытаются связаться с тренером как раз национальной команды Республики Беларусь. Как раз у нас пытаются связаться. Но пока вот почему он не в нашей студии? Он с удовольствием бы был, но, увы, он уезжает, по-моему, по делам. Он сейчас буквально на вокзале стоит. Да, на вокзале стоит. Дело в том, что формируется команда на Олимпийские игры. И нужно провести, получить экипировку, провести перед Олимпиадой напутственно слово «батьки». Они от нас уже непосредственно в Сочи поедут? Вылетает 3-го числа, но идет сейчас подготовка. Как раз формирование полной команды. Это, я так понимаю, у «батьки» речь будет долгая. Но «батька» — да, это Лукашенко. Я пробираюсь через дебри сознания после продолжительных каникул. Да, это всегда было, когда команда уезжала на Олимпиаду, всегда в резиденции президента Белоруссии. Он благословлял? Да, он благословлял. Сопутственной речью, да. А вы бывали на таких процедурах? Конечно, бывали. А что, ну, и вот я, да, это был... И что обычно говорит «батька»? Ну, говорит, что... Ага, а у нас есть звонок. Вот мы сейчас и спросим, собственно говоря. У нас на связи, да? У нас на связи Евгений Гапон. Это тренер женской национальной команды Республики Беларусь по лыжным гонкам. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы очень рады вас слышать. У нас к вам множество вопросов. Я знаю, что вот уже слышим, да, идет уже объявление о посадке. Слышны абсолютно вокзальные голоса. Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, как пришла идея позвонить вам Обухову? Что у вас... Извините, торкнуло. Чтобы взять и вот сказать, слушай, Игорь, давай мы к тебе приедем тренироваться. Что вы думали? Почему именно к нам? Значит, сложилась такая ситуация, что мы приехали с соревнований в декабре месяце. У нас дома не было снега. И он по прогнозам даже... И не планировался. Да, и не планировался. И его до сих пор и нету. Вот мы сейчас едем в никуда. И Игорь давно нас приглашал. Из того, что ближайшего было, это Москва и Львы. Ну, и Сыктывкар. Но Москва и Сыктывкар все очень дорого для нас. Мы созвонились с Игорем. Он любезно нас встретил, все предоставил. И мы, я честно скажу, не пожалели ни капельки. Давайте так сразу же. Мы сегодня горнимся нашими достижениями. Поэтому давайте. Качество трассы, качество обслуживания. Тем более, что вы сказали, что Киров вас устраивало в финансовом вопросе. Если не секрет, во сколько обошлось здесь вам? И как вы оцениваете качество трассы, тренировок? И как вам люди подходили, как с вами обращались? Расскажите историю, что здесь было? Для вас ваша оценка. Самое главное, ради чего мы сюда приехали, это тренировочный процесс. То есть трассой мы были... Мы просто удивлены таким качеством. Внимание, радиослушатели. Мы будем говорить еще о трассе отдельно. Поэтому, да, продолжайте про трассу. Это я хвастаюсь. И подготовкой трассы, и самим рельефом. Потому что поездили мы везде по Европе, по Скандинавии. Вообще ничем не выступает трасса. То есть рельеф ее, ширина, подготовка. Освещенная она 3,5 километра. Это, по-моему, вообще нонсос. Редко, где увидишь такой длинный круг освещенный. Ну, это, насколько я поняла, это качественно. А что значит рельеф? Поясните это. Ну, это протяженность, и признать подъемов. А это очень важно? Я, простите, я бамбук в этом плане. Подъемы, это для тренировок, это основная. Основа всей подготовки. То есть, я говорю еще раз повторять. В первую очередь мы ехали сюда тренироваться. Плюс попутно... Состоялось. Удачно сложилось, что у вас была рождественская гонка. Губернаторская, да. Да, где мы с удовольствием поучаствовали. И как, вы поучаствовали? Всех наших побили или нам что-то оставили? Да нет, нет. У вас в том-то и дело, что у вас очень сильные спортсмены. Лыжники, да. Которыми было с удовольствием сравниться. Катя Большакова обыграла нашу, Екатерина тоже. Мы так... Я говорю, мы не планировали участвовать в соревнованиях, но лучшая тренировка – это соревнования, поэтому... А сколько вообще спортсменок-то в белорусской сборной вот у нас здесь тренировались? Нет, именно с белорусской национальной командой была только одна женщина, одна юниорка и молодой мужчина у нас был. Понятно. Вы знаете, у меня такой... У меня бытовуха такая на меня. Давайте. Как вас кормили? Чем вас кормили? Кормили нас хорошо, пять раз в день. Ух ты. Мы были приятно удивлены. У нас был и полдник, и вечерний полдник. Ух ты. Да. Вкусно? Да. Ну, достойно. Достойно? Достойно, да. А условия проживания? Условия проживания для того места, где мы были, они тоже достаточно хорошие, уютные и дом. Может быть, там были какие-то маленькие нюансы. С водой сначала, потому что нас было много, но потом все урегулировалось. То есть, в принципе, все очень-очень-очень нам понравилось. Вы были ли в наших банях? Вот что вы из Кирова, что из Кировской области вынесли? Да. Вот особые воспоминания какие-то такие, знаете, уже не со спортом связанные, а вот какое-то личное, персональное что-то. Вот что есть, что вывезли? Все было очень гостеприимно. Я говорю, нас встречали, особенно когда мы приехали на соревнования, очень много людей подходило, оказывается, с Белоруссией, знакомых с Белоруссией. Ух ты. То есть, с тобой все с нами общались, передавали кому-то там приветы. Угу. А теперь, пользуясь случаем, да? Я хочу передать привет и достаю большой список. То есть, было ощущение, что... Перляк, Перляк, он тоже оказался в Белоруссии. Мы с удовольствием поговорили с отцом и говорили о всех проблемах. Поэтому было очень все приятно и удобно для нас. Итак, рассчитываете ли вы на победу? Какие перед вами стоят задачи на Олимпиаде? Последний вопрос я слышу уже. Вот у вас, я так понимаю, что уже начинается посадка в поле. Ну, насчет победы это громко сказано. Мы на порядок, конечно, слабее, чем ваши российские женщины. Но мы будем стараться, стремиться к этому. Ну, вы знаете, несмотря на то, что наши российские женщины на порядок выше, я этим очень горда, но я так понимаю, что, находясь в Верхошижеме, вы наверняка ощутили некое странное состояние, будто Советского Союза, вот этого многонационального уважения друг к другу. То есть, мы вообще все были просто русские братья и сестры, да? Оно не пропало. Оно там сохранилось. Правда? Да, оно совершенно верно. Все так оно и есть. Отлично. Ну что ж, Евгений Викторович, во-первых, мы желаем вам победы. Счастливого пути, как говорится. Да, мы, конечно, не желаем, чтобы наши проиграли. Счастливого вам пути. Да, и еще, скажите, а сколько продлится речь батьки, который будет вас напутствовать на Олимпиаду? Мы это обсуждали как раз перед тем, как вы включите. Жень, я говорил, что всегда, когда уезжает команда на Олимпийские игры, батька дает напутственное слово. Ты был на нескольких Олимпиадах, что говорили, как говорили. Да, что обычно говорит Лукашенко? Что, напутствует, напутствует. Только на результат. Тем более у нас планка задрана там дом рачивает так, что остальным очень тяжело. Ну, поэтому все только так. И еще у меня, слушайте, возник вопрос. Я думаю, что надо отпускать. Стимул какой-то, секунд, 10 секунд. А стимул какой-то для спортсменов, материальный еще какой-то. Кроме того, что вот они там приедут с наградами или там займут достойные места. Какой-то стимул предполагается для ваших будущих вот олимпийцев? Ну, у нас в стране за олимпийскую медаль за первое место дают 100 тысяч долларов. Ничего себе. Вот это да. Ну, по крайней мере, было так. Мы уже что-то изменили. Теперь мы вам точно желаем победы. Давайте, дерзайте, выступайте. Если вы победите, если вы выступите неплохо, как бы вы не выступили, мы все равно будем говорить. Белоруссия тренировалась у вас. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Удачной дороги. Спасибо за кистигинство. Мы, да, мы горды. Спасибо, да. Всего доброго. Напоминаем, у нас... Евгений Коптом был на связи, тренер женской национальной команды Республики Беларусь по лыжным гонкам. Вот так вот. А теперь давайте мы вот очень быстро перейдем к составляющим. Вот вы сказали, и тренер вот этот сказал национальный. Вот была шикарная трасса. И я знаю, что качество этой трассы, которая всеми определяется как шикарно, собственно говоря, состоялось благодаря приобретению вот этой вот техники. Да, как она называется еще? Правильно называется она. Ратрак. Вот Ратрак, да. Специальная штука, которая укладывает лыжную трассу. Да, и она может... Вот что она может? Это такой спортивный комбайн, который имеет различные насадки. Так. А первое, она, конечно, нивелирует трассу и упирает все вот эту волну, амурскую так называемую, что не дает достигать высоких скоростей. То есть, грубо говоря, полирует трассу, да? Ну, нивелирует, это ровняет. А полирует, это уже вторично. То есть она взбивает снег, как сливки, и потом эти сливки начинают замерзать. А это еще одна функция? Да, конечно. То есть вначале она ровняет? Так. Так, что она еще делает? Я знаю, что она прокладывает лыжню вроде бы. Ну, это уже последняя функция, которую она нарезает. А, да, я все лезу так. Значит, а потом она... Нивелирует. Нивелирует. Потом... Сливки изготавливают. Да. Снежные. Потом она рыхлит эту трассу, что позволяет поступать в снег больше воздуха и замерзать ему. И потом уже третья функция, она может нарезать вот для классики вот эту лыжню. То есть и все это происходит на высоком качественном уровне. Раньше это мы делали все благодаря снегоходу, там, различных приспособлений своих. Нет, подожди, то есть это вот садишься... Ну, для любительских соревнований снегоход подойдет, а вот все-таки для такого профессионального высокого уровня нужна эта штукенция. А почему? Давайте к профессионалу, Игорь Юрьевич. Зачем? Чем отличается? Ну, вы знаете, я, допустим, я, правда, уже с трудом вспоминаю, когда я стояла на лыжах. Ну, помню, собственно говоря, ну, и рекорды-то я, конечно, не била и даже не ставила. То есть и по сугробчику было так недурственно пройтись, но, конечно, по лыжне легче и приятней. А что отбивается вот эта машина? Я понимаю, там, да, выравнивает. Ну, понятно, да, уже сказали, чтобы развивалась скорость, не было вот этих тормозных всяких проблем. Потом, что еще делает со сливками? Вот полирует, что это? Это фрезы, которые взрыхляют снег. Так, ну, понятно. Ну, да, фрезу я представляю. Да, вот она взрыхляет вот эту лыжню. Несмотря на свой технический кретинизм. Да, а потом уже гребенка выравнивает и, соответственно, нарезается лыжня. Я даже скажу, она не вырезается, она выдавливается. И из-за чего получается трасса очень хорошая, потому что лыжня выдавлена и может пройти сто две... Она может быть как еще? Нарисована? Нет. Что значит выдавлена? Выдавлена. Ну, уже пришли лесняки. Нет, если делают бураном, то есть специальные резаки, которые нарезают лыжню. Буран – это снегоход, да? Да, снегоходы. Лыжню нарезали, прошло пять-десять человек, лыжни нету. Почему? Она потому что нарезана, а тут лыжня выдавлена. А, то есть идет человек, движение разное. Грубо говоря, разная походка у лыжников. Конечно. Разбивается колея. Особенно в такую погоду. Она, допустим, опять так же нивелируется, да, то есть она выравнивается, ее практически нет. И уже там одиннадцатый человек уже идет, он, собственно говоря, новую прокладывает. Конечно. Я правильно понимаю? Да, да, да. А эта машина что делает? Она выдавливает, она идет, и сразу выдавливает две лыжни, и можно пройти сто человек, двести. Почему две лыжни? Ширина позволяет. Ширина позволяет. Как это? Комбайн, как изначально я сказал. Минутку. Сразу две лыжни. Да. Четыре полоски. Четыре полоски, да. Четыре полоски, две лыжни делают. Володя, я, конечно, технический кретин, но не до такой степени. Не, мы просто, мне кажется, углубляемся в некие технические подробности. Нет, ну, слушайте, мне интересно, я подозреваю, что очень многие женщины, которым интересно узнать про спорт, но они также не обладают такими знаниями, вот мне интересно и очень важно знать детали. А, собственно говоря, какие претензии? Я хочу, я неинтересно. Меня больше интересует, откуда деньги и сколько стоят. Это чудо, агрегат. Подождите еще про агрегат, поговорим про финансы. Чуть-чуть попозже. Так, я вас перебила. Он выдавливает, сразу же идет две лыжники. Да, и лыжники, когда идут, они могут идти и по левой лыжне, и по правой лыжне. По правилам соревнований в лыжных гонках нужно прорезать две лыжни, но так как это очень затратно, и на буранах... Это когда ты идешь сзади тебя, хоп, то есть ты должен свалить куда-нибудь. Да, отскакиваешь, все, куда-никуда, сугроб, а тут ты перешел на другую лыжню и так же продолжаешь свой путь. И они одинаково совершенно качество? Абсолютно одинаково. Почему она не разбивается, мне непонятно? Она выдавлена, она выдавлена, и разбивают в основном... То есть это из старого советского анекдота, да? Это и куда она из кельи денется, да? Да-да-да, как трамвай, да, пускай... Ну, хорошо. Не трамвай, а объедет, да? Хорошо, с трамваем, да. И сколько человек она пропускает без ущерба для качества? Сколько угодно. Ну, то есть ходи до бесконечности, пока ее снегом не занесло. Конечно, да. А, кстати, только она один раз и капитально делается или периодически нужно подновлять? Нет, по правилам соревнований лыжню сразу же после соревнований убирают, закатывают, и потом перед соревнованием еще раз... Зачем убирают, зачем закатывают? Жалко, что ли, пусть другие покатаются? Или вы ее бережете как профессиональную, не даете вот... Тараса есть всегда. Так. Игорь Юрьевич прав. После соревнований мы действительно все снова нивелируем, закатываем и снова, как правильно сказал, выдавливаем. Выдавливаем. Да. Смешно. Нам пора удалиться на пару минут на рекламу. Что значит удалиться? Мы чуть-чуть, у нас реклама небольшая. Из эфира удалиться, но мы-то останемся на месте. Скоро вернемся, да. Мы продолжаем. Еще раз напомним номера телефонов 708-502 и для СМС 8909-720-101-0. Игорь Абухов. Напомню, у нас в студии Дмитрий Кадесников, соответственно, директор Центра спортивной подготовки «Ветка старта» и глава Верхошиженского района нашей области. Ну что ж, здрасте еще раз, да, и переходим к нашим вопросам, и они сейчас, наверное, все-таки, я считаю, что это очень важно, да, экономическая составляющая, откуда взялось качество, ну, то есть у нас и главе района, и к директору Центра спортивной подготовки «Ветка старт» у нас будет очень много еще вопросов, а времени остается уже мало, поэтому давайте бегом. Вот Володю интересовали денежки. Финансовая сторона вопросов у нас. Говорили мы об этом комбайне. Во-первых, что стоит этот комбайн, где вы его взяли, как на это решились, это предметно, это приобретение персонального района, или это все-таки как бы вот с областью? Это отдельная история. Естественно, мы когда получили лыжную базу, имея освещенку лыжероллерную, мы понимали, что следующим шагом для нас это будет ратрак. Вы знаете, минутку, а вот извините, я вас перебью, вот все время звучит лыжероллерная, и я так понимаю, что роллеры это то, на чем вот можно по асфальту кататься. Все-таки я видела лыжника в спортивном лагере, да, ребята и по траве катались, и по асфальту, и на трассу выходили, да. То есть это работающая трасса и зимой, и в то время, когда нет снега. Совершенно верно. Понятно. Это важно для профессионалов-лыжников. Да-да-да, я вот про это и уточнилась, что, собственно говоря, круглогодичная деятельность этого вашего спортивного комплекса. Как он еще называется? Спортивно-здоровительный центр Шижма. Вообще Шижма. Шижма – это река, откуда взялось и верхошижим, и все остальное. Ну и сайт Шижма, где мы можем получить полную информацию о нашем центре. Это очень важно, да. Итак, да, соответственно, когда мы подошли к покупке именно аэротрака, было понятно, что это специальная техника, как я говорил, спортивный комбайн, мы его так иногда называем. А имя у него есть, я просто вспомнила детскую сказку, помните, был трактор Митя. Называется очень красиво «Питбуль». Да ладно, вы коротко зовете ее «Питбуль». Была выставка немецкая, проходила она в Самаре. И вот наша общественная, спортивная общественность, там, в количестве четырех человек, специалистов, поехали на эту выставку, их хорошо встретили. Они там прокатились на теплоходе, им все показали, рассказали. Так, чтобы действия не показали, так это было лето. Но мы увидели настоящий комбайн и как они должны работать. И вот там мы зарезервировали тот самый комбайн, который нам понравился. Тот самого «Питбуля», да? Да. То есть я понял, немецкое, да, производство? Конечно, немецкое, сервисное обслуживание, немецкая и стоимость такая, достойная 3 миллиона 800. Рублей? Да. И, соответственно, мы, понимая, что нам не осилить районные эти средства, подгадав под приезд губернатора Никиты Юрьевича, который был в августе, показав, как здорово у нас на лыжероликах ребята красиво в комбезах, в касках катаются, показывают, на что они могут. И вот тут мы как раз задали, надо, не то что хотим, а надо области. И, безусловно, тут поддержку оказалось Светлана Владиславовна и Игорь Юрьевич, что нам действительно для региона нужен такая вещь, потому что это будущее, мы должны топтаться на месте. И получили поддержку. И в конце года... И купили. Купили, привезли. И слава богу. Обслужили, специалистов пригласили, поставили на ход, посадили единственного обученного специалиста, который сейчас управляется этим этим. А он наверняка ездил, да, куда-то на курсе? Да, конечно, да. Не, ну вообще меня это, вообще меня радует. Вы знаете, я скажу честно, что в Кировской области нигде больше подобного агрегата нет. И более того, я узнавала далеко не все крупные города, и там, где считается, что есть качественные трассы, не владеют техникой подобного уровня пока. Что это еще редкость для нашей страны. Это очень высококачественная техника. Восьмой Windows буквально. Я ладно сравнила или не очень? Тут нужно, наверное, отметить, вы знаете, несмотря на основные виды, там, в виде экономической деятельности, там, лесопереработка, там, сельское хозяйство в районах, нас не сильно будут отличать от других соседних районов. Поэтому точка роста для нас, с учетом традиций, вот этой нашей трассы сложного, вот этих перепадов высот, конечно, подталкивал нас на принятие решения именно направить свои усилия в спортивную деятельность. Ну, знаете, есть Кельмецкий лапоть, да, а есть вот Верхошижемские лыжные гонки. И вот я считаю, это девяносто точка роста, это точка развития. Какое-то слишком задорное такое сравнение Кельмецкий лапоть и Верхошижемские гонки. Это как-то, нет, все-таки давайте там лапоть с огурцом сравнивать, а уже Верхошижемские гонки уже давайте с дворцом единоборств. У меня еще один вопрос родился. Это все-таки тренировочная база или все-таки можно проводить соревнования профессионального уровня на этой трассе? 13 областных в течение года мы проводим областных стартов, 13 я района не считаю. Естественно, это не только место, где мы проводим профессиональные гонки, это и дошкольные группы, это и наши Дю США, которые показывают достойные результаты. Это, естественно, занятие привлечения ребят к спорту. Можно сколько угодно вкладывать в программы профилактики, там, наркомании, табакокурения, если не будут стадионы, не будут площадки, где наши плохиши могли бы себя реализовать, результата не будет. Это понятно, и поэтому стадион, лыжи. Я имел в виду, что, возможно, нет, этапы кубка или этапы чемпионата, возможно, нет, Игорь Юрьевич? Трасса гомологизирована. Единственный вопрос. Давайте вот с этим словом разберемся. Я от вас его услышала. Повторите медленно. Что трасса? Трасса прошла так называемый сертификат. В лыжном спорте это называется гомологация лыжной трассы. Ну, это примерно как... Ну, такая лицензия. Трасса готова... Это примерно как это самое, скажи, сиреневики, когда выпьешь. Я поняла. Да. Сложное слово. Ну, благодаря гомологациям мы можем принять соревнования любого уровня, ну, кроме международных, понятно. Почему? Вот смотрите, я открою сейчас секрет. Я знаю, что у Светланы Владиславовны были очень серьезные гости. Они не афишировали свое появление, я знаю, что они были. И они осмотрели практически все вновь построенные, восстановленные, реставрированные, достроенные объекты. И они сказали так, вау. И оценка была. Мы будем организовывать у вас международные соревнования. Они увидели, у нас есть великолепная база. Светлана не хвасталась этим, я знаю. Речь идет именно о лыжных городах. Я говорю вообще обо всем, в том числе и о лыжных, да. Скажите, почему не международные? Что мешает? Вот в 2008 году еще, Дмитрий Васильевич, вы заявляли о том, что Шижман станет в перспективе международным таким комплексом. Был такой, да? Мы стремимся к этому. На первом этапе мы хотим провести чемпионат российского уровня масштаба. И уже есть ли это предпосылки по ветеранскому учебу? Предпосылки? Нет, предпосылки есть. Есть ли база для того, чтобы их принимать? Сегодня речь идет о том, что Верхошижмин – это всего лишь 70 километров от города. Это первое. Это важно. И второе. Конечно же, по частному гостиничному бизнесу у нас идет работа. И сегодня уже инвесторы имеют вложение на 100 мест гостиничный комплекс строят. На сегодняшний день, правда, он заморожен. Идет вопрос по собственнику. Но и строительство есть. Ну, собственно говоря, если нас слушали внимательно, то я так думаю, что кое-кто обратил внимание на слова Евгения Гапона. Это как раз тренера национальной сборной, который сказал, были сложности с домом. И я поняла, что есть проблемы действительно с размещением спортсменов. А международные соревнования… Нет, проблем нет. Места, насколько я понял, нашлись. Они будут находиться. Да, мы там можем разместить на сегодняшний день до 80 человек. Но международные соревнования 80 человек – это тренерский состав. А лыжников куда? По сугробам, что ли? Поэтому для этого и идет сегодня речь о возможном строительстве частной гостиничной и уже строится. Мы имеем и, кстати, показывали, демонстрировали губернатору вот этот комплекс, он его видел. То есть это есть. А почему частная гостиничная? Для меня гостиничная, я понимаю, это вложение 70 километров от города. Многие люди, имеющие, просто ездили к вам на выходные. Можно было бы использовать и вне каких-то соревнований весь этот комплекс. Меня пугает слово «частный», потому что для меня, вот так, знаете, может быть, я так криво соображаю, раз международное соревнование, я владелец гостиницы, я как цены, как ба-бам. А кто мне запретит? Это я к тому, что, по-моему, надо области заниматься. Это надо иную собственность, по-моему. Как вы думаете, Игорь Юрьевич? Люди и так ездят туда в Верхошижиме на выходные. Я очень знаю много своих знакомых, которые туда ездят, именно, чтобы покататься на трассе, которая сделана питбуллем. Очень много людей ездят. Я так представляю сейчас, как собачники, да? Оплата большая? Собачники замерли. На выходные съездить? Да, вот меня это... Оплата, она вообще стремится к нулю. То есть мы приехали, вы нам еще и должны быть. Ну, как-то так получается, да. Действительно, мы не собираемся вот на этом этапе заработать какие-то большие деньги, потому что мы становимся, у нас идет период становления. И вот спасибо вам сегодня за сегодняшнюю передачу. Нас начинают слышать, знать. И я считаю, что вот как раз в этом этапе нам поднимать цены на стадион, на... У нас есть прокат, и там подходящая цена. Вы можете там за 50-70 рублей получить пару хороших лыж и просто покататься. А известные лыжники какие-то были у вас уже? Ну, конечно, кроме Игоря Юрьевича, который в Олимпиаде участвовал. Конечно, Владислав Скобелев, Станислав Перляк выступали на губернаторской гонке. Мы специально были призерами. Вот теперь давайте все-таки мы уйдем от большого спорта, от прогнозов как бы международных игр и, возможно, даже где-то олимпийских через какое-то время. Вот давайте уйдем на бытовой уровень. Меня очень интересует. Вот смотрите, 70 километров, да? Хорошо, я собралась, проехала, я накаталась. Это воздух. Давайте так, для курящего человека сразу же скажу, это кислородное отравление наступает, и ты разбитый, как неизвестно кто, и тебе бы дойти, полежать, потом бы что-нибудь съесть и потом снова полежать. То есть никакого стремления ехать обратно, садиться за руль, вот эти 70 километров, на мой взгляд, это тяжело. Вот два-три дня, вот это вот, вот я спрашиваю, что можно, что нужно и как вообще. То есть я хочу покататься на лыжах, у меня есть машина, я семью погрузила, все, что есть, структура, по ценам, куда идти, и вообще возможно ли это? Остается у нас очень мало времени. Есть, конечно, гостиничный бизнес, тот частный, который мы имеем, это как минимум три объекта, где вы можете... То есть я просто приехала, прихожу в гостиницу и заселяюсь? Совершенно верно, от 300 до 600 рублей получить там... В сутки. В сутки, да, и есть люкс, есть полу. То есть три дня, грубо говоря, тысяча рублей, если в среднем, вот 300 рублей, да? Да, но если приедете вы, то прямо на базе на лыжной, прямо на стадионе, и тоже есть номера, и также можете удобно с душем разместиться и видеть, лицезреть из своего окна. Нет, я с кем-нибудь, я не с душем. Номер с душем, но это шутка была. Прямо из окон видно трассу. И сразу из окон видно трассу, и тогда вы можете съесть. То есть поесть, попить, с детьми же... Отлично, это все есть, безусловно. Все вот там в комплексе, инфраструктура, вот это создано, проблем не будет. Не только освещенка, не только лыжероллерка и питбуль, есть еще и, конечно, и питание, и музыка, и просто хорошее настроение. Вот с детьми, обычно, знаете, родителям хочется пробежаться, хочется, может быть, даже и побыть вдвоем. Для детей... Нянек вы имеете в виду, которые могут... Нет, почему няньки? Ну, какие-то там два-три часа... Минимальный городок, детский есть. Более того, мы там заявились на 14-й год в программу поддержки местных инициатив с районным проектом на строительство хоккейной коробки. Именно на базе этого комплекса. Отлично. Если поддержат, то и детям каток, соответственно, и... Отлично, мы все услышали. Ну что, планы грандиозные, да. Планы грандиозные, вообще очень здорово. Времени совсем не осталось. Представляем наши гости. Игорь Юрьевич Абухов, директор Центра спортивной подготовки «Вятка Старт», и Дмитрий Васильевич Кадесников, глава Верхошиженского района. Слушайте, благодарю вас за то, что у нас были, за этот дивный совершенно рассказ, за ваши инициативы, за ваше сподвижничество. Молодцы. До свидания. Впереди новости у нас, да. Субтитры подогнал «Симон»!